так вот если сергею понравится торговля приедете черники заготавливать это вас ждет сюрприз вот таким уже привыкли сюрпризом заодно дегустацию устроен так теперь пойдем читать что тут день грядущий приготовил так это много так привет брат привет улетина привет алексей привет сафронов это мы с твердой попытки включились ух нервы в италии привет борис и вам тоже добра и света привет казахстанец алексей сегодня кстати а вот нас наверняка смотрит белоруссия в смысле несколько человек я сегодня дорезал то что обещал черенков так и завтра с племянницей мы закончим посылку я ее отвезу на этот как называется транспортную компанию энергия и она поедет к вам казахстан это во первых скорость все таки черники это живой материал вот и узнаем сколько это будет стоить потому что когда за две с лишним тысячи берут мс это мне накладно если с вас не брать и вам накладно если оплачивать посмотрим вот этот вариант энергии это я раз казахстан это тоже самое пройдет номер с белоруссии знаете с казахстаном я казахстанцам тоже буду высылать черенки именно энергии хотя вот еще если уложиться за переселку то это еще помешиваю нам пусть это и рублей 500 на 400 но написать за границу сколько будет на на таможне бежать так хаджи хаджи женск татьяна привет наталья привет нижний новгород у нас нет вас когда-то было минус 52 с тех пор его зауважал нижний новгород так алексей привет один из моих сподвижников так чем закончилась ваша попытка осенний прошу году полный крах потому что время не совпало не было в это время сокодвижения вот это была наша учеба пусть отрицательно но я говорю санна вот так приводит почки вот так приводит членком это была часть учебы вот и главное что я сказал вас у нас ничего не получится мы просто это учимся потому что сокодвижения не было так и еще там как бывает 20 период допустим делали но одна особая я рассказывал показала находится с тем что у нас похоже появился дюк и эта тема очень большая мне вчера написал письмо латинковского посмотрите в олег истич посмотри фильмы абрикос северный абрикос северный абрикос северный абрикос номер 2 вот так примерно название посмотри его и там опять же та же мысль причем на меня ссылается спасибо ему тоже превосходной степени вот и получается что это у него получилось то что я называю инфицированием так и вот одна из приводок нашей северный абрикос савинич кончилось инфицированием а почему я уже показывал но нужен реальный результат то есть нужно увидеть что вишневые косточки вместо диких они вишневые плоды окажется в два раза крупнее я в этом уверен и когда это докажу лишний будет камушек в наш огород то есть наоборот в огород науки давайте за ребят заниматься еще и этим то есть инфицирование у меня получается у латинкова получается вот когда-то должно это выйти стать нормальной практикой то есть инфицирование так дальше пойдем персик осадский может привить на мальчужске я правильно понял да не может за нужных соуси летать у меня были на мальчужском хотел вас в этом году взять сильного хаппорта а у вас его нет чернобаев не дают я сказал деревья которые у меня трех-четырех я к ним даже не подхожу к секаторам иначе она им придет вокруг бушует бактериальный рак так что там дальше я в том году брал весной привел себя в саду шесть привык с восемь пошли супруга похвасталась сестре тоже надо порт а его нет выбрал ей берешься ну что я скажу есть предел всему сказал мне чернобаев это ни одного порта не срежу ну и правильно сделал я тоже самое сказал так вышло если про черенков не буду ладо отвлекаться короче я только сейчас делал фотографии резал делал фотографии это черенков так у сергея я даже показывал вам прикол при копе лежат двадцать тридцати привитых персиков хасанский вот что значит опоздала давай марина у нас на первом месте вы одна из этих из королевской рати из первой десятки какая проблема так если присаживаться надо срочно с сергеем связаться уж вы то знаете друг друга если персики ко мне вот сейчас посмотрю каталог черенков если в черенки персика каталог черенков что там и жигулевская вы знаете у меня на то есть то нет вот смотрите как я срезал жигулевская да она кончается я уже наперед пишу нету проходит несколько дней я переболел я ну правда не коронавирусом я выздоровел поехал еще нарезал опять пишу же стираю что закончилось и получается снова на есть вот сегодня я привез 10 черенков жигулевского розмарин я не спрошу у девчонок закончился или нет больше не будет я не могу уже резать так вы понимаете есть предел всему розмарин одно дерево черешня больно все четыре сорта значит это вы посмотрели каталог устаревший осталось два сорта раз и оба вот такие вот толстенные невозможно их привить некоторые берут поэтому если вы согласны вот такие брать ну пожалуйста тогда поговорим отдельно тем более что вы не новичок с вами знаете чьи фамилии я запомнил это как бы уже элита так здравствуйте марина ну не знаю вряд ли украинские сорта персика могут быть на настройке сомневаюсь что вы это видимо разговор был не со мной санкт-петербурге да они это вы понимаете любой персик привитый на морской подвой у него появляются шансы но какие шансы вот представим себе я вынужден марины сказать потому что кто-то вам предлагает допустим украинские кто-то специально петербурга да вот вы взяли допустим саженцы естественно подвой там не морозостойки сто процентов и приводим морозостойки этот вариант мичурина который кончится крахом у мичурина помните его слова десятки лет потерян это его слова десятки лет вот ладно нет куда взяться морозостойкости тогда надо или брать готовые которые уже адаптированы к сибири у сергея или надеяться что мои черенки персика так как они были срезаны в свое время ветки с привитых на те же манджурские абрикосы персиков и чтобы эти самые то самое инфицирование произошло и теперь вот берем ветку персик хасадский взяли его из где-то родины озера хасад или черт его знает допустим но там не бывает сорганцев морозов никогда и вот оттуда ветку взяли и ветку взяли с моего сада какая у них морозостойкость одинаковая или нет я считаю что мой надеюсь по градусам морозостойкость хотя он тот же он же но в нем уже гуляют гены этих самых морозитских абрикосов но это еще не факт теперь надо ему еще по двое морозостойки вот тогда случится чудо неукрованной персик на большей части россии варианты остальные как вы берете украинские или допустим саженцы или червяки неважно или санкт-петербурга приваете или уже имеете к этому саженцы только укрытие . я вариант с укрытием предлагал свой полтора года дичайший успех полтора года и персиков поел и сеянцы они откуда морозостойко взять сеянцев казалось бы родители были привыкли на мажорский абрикос значит откуда-то взялось а тут еще теплица после гуляет ветер вот так насквозь показывал фотографии вселенной санкт-петербурга не обманешь так и что получается успех то получается в том что надо то всего несколько теплица пусть открытая всем ветрам вдоль поперек все равно изгорация нам дает и защита от ветра дает значит что значит мы можем иметь персики но под стеклом еще раз говорю только не это не поликарбоната только там у него не умудряется утеплиться поликарбонатах не делать форточек до хрена нужен этот гадюшник опять озарился так на чем остановились короче украинские персики берете укрываете и тогда они вам будут плодоносить и ничего и будут и будут и будут ничего нормально вот но укрытие укрытию рознь а наша песня хороша это не сегодняшняя тема вот что сказал леонид констатинов но просто украинские морозостойки вы никогда не будут миг запомните есть в этом один из моих послалов на юге невозможно создать морозостойкие сорта для севера невозможно наоборот севера привезете на через поколение они потеряются это горькая правда мне больше нравится знаете кто песоцкий хрисандр умнейший мужик мы еще его письмо будем разбирать знаете очень сложно очень серьезно умнейший мужик даже по его словам и он прав даже наслоение ментора открытие железу такое скромное мировое это вот она через поколение за счет размывание ну и так далее и так далее получаем чуть ли не то с чего начали это тоже надо иметь ввиду но на конкретный момент на украине никогда ни одного саженца морозостойкого для твери для какая-то калининграда для липецк а для этого самого вы не найдете никогда этого не будет он просто замерз нет лучшие умы наши современники кто занимался персиком не удобно они персиком давали предел морозостойкости 26-28 градусов крокосочные морозы ну 30 извините мы живем в сибири ну что дальше пойдем креста доверен этом всякие но это нормально видимо переписка между вами да про кого-то человека который обещает морозостойки ну как быть уверен кто-то продает саженцы вот я не очень разбираюсь не смогла ответить по-другому у меня тут неделю назад уломились брощачья коровой извиняюсь за смех откусили трех яблони к макушке которые были листья больше не успели мы их выгнали я их подрезал замазал варом бугорком хотел прямой ствол получить теперь кустовидные деревья естественно какие же красавица верхушки нет ну алексей вы уже такие вопросы ваш уровень это если не академик то по крайней мере доктора наук вот это вы сами должны были догадаться да вы уже сами догадались что кустовидные так андрея юмор принимаем вар бугоркова я кстати скал вар бугорком у меня впереди была нарезка так вар бугоркова при небольшом минусе достаточно мягкие можно использовать при небольшом минусе я рванул магазины трех магазинах как и заказали все больше вар бугоркова мы не заказываем впереди зима я найти не мог но дело в том что я просто взял обычную масляную краску густую 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 этой краской я замазываю торцы все равно лучше ничего не придумать ооо Мичелинский способ это он порекомендовал масляную краску когда весной тронется рост тогда и посмотрите не все плохо когда пониже будут отходить скелетные водки ветки да и в яблони и так не смокушечные почки идет развитие следующего года боковые побеги в яблони примерно 5-7 почек от верхней почки груши сварок выращенные семечки будет прямой вы не знаете ни один человек на свете понимаете ясно что в данном случае речь идет о моих грушах сварок и о моих семечках а я их продаю но я на всякий случай стараюсь с каждым поговорить десять семечек 200 рублей это деньги то есть это здесь пять или десять блок хлеба если говорить по точнее так вот поэтому это дорого получается а не хорошо порастает то есть можно получить 10 дерев и тут начинается матерь с одной стороны смешанный сад у этих груш есть папа ближе всех прямо ну буквально швапиет это нарядная фирма представляете вырастет у вас если вырастет появятся плоды и вдруг они красные на свароке красные плоды новый сорт гарантирует сразу вы экспериментатор вы круче всех почему потому что вот это интересно когда есть искусственное искусственное оплодотворение там значит все в прозеративчиках а прозеративчиками служит обычно марлевая ткань да вот чтоб туда никакая пщелка а потом хочу а хочу вот это дерево что попылило раз кисточкой перенес в окно а там длинный 10-20 лет ждать ну хорошо отчеты даешь дерево растет потом 40 градусов зима бах деревьев нет вот ну главное что зарплаты жалко несчастно идет вот так вот теперь значит получается что что с ним дальше делать попробовать вот видите как это идет сам хочу впервые вот пробовать будет и вот значит это вместе будем пробовать так вот а нарядная фирма если послужит папой папой да то есть так второй супруг это мировой лидер что может быть а листья у них одинаковые тут уже ни за что не догадайся именно она послужила а тут же рядом растет десертная вкуснее не бывает и тут же рядом растет этот самый лектор я несколько веточек срезал но это для своих вкуснее не бывает то есть уже пробую просто удивляется откуда мне этот лектор взялся вот ну подозреваю что от Владимиркова лучшая коллекция горошечка у него они они у меня так вот с одной стороны а с другой стороны менделяя тут не хотелось бы вспоминать этого менделяя пойдет маму и все и получится она и так было не очень вкусная почему я рекомендую как подвой для южных мест лучше подвой не найдешь и сочетание полу культурная или да она вообще считается культурная сварок да еще на юге да еще подвоем для роскошных груш лучей сочетания не бывает так там то не надо чтобы держал минус 50 средняя полоса россии южнее как подвоем в любом случае годится не знаем мы папа и маму представляете вы не получили от меня ответа 10 минут и жизни вычеркнута так теперь короче груша сварок приводим будет или нет это на ваш страхи рис например вы взяли это я заканчиваю уссурийскую грушу тоже порастили это уж точно с подвой не дождетесь от нее сладости а привели на нее сварок не дожидаясь плодоношения так это же 5-10 лет ждать так вы просто ждете чудо но насколько все обеспечено ведь вы не обязательно должны жить где нибудь там брянске или смоленске вы вполне можете жить в Иркутске и вот тогда груша сварок на маньчжурской на этом уссурийской груши а у меня то этот именно вариант только у меня не семечки сварок а взято уже скульптурно взрослого дерева где груши были вот такие вот ну понимаешь какой художник знаменитая фраза из этого как это была это клуб веселых находчивых одесситы что художник если его картину не выставить не возьмут на выставку что он сделает ответ повесится Трелиховской галереи сам пойду за грушей за сварок в частности она мне заморожена я сегодня веточки нарезал с грушей с молоденькой вот на молоденькой какие они а на взрослые два раза мельче вы видели похоже нет на грушу на сварок вот она красавица так вот это это она заморожена так вот почему говорю мы ничего не знаем 10-20 прививок и на дети что на 2-3 это даже не статистика это надежда что на 2-3 вот вот такая привита на усулийскую грушу и это для Иркутска Красноярска Томска Омска Свердловска где там еще у нас есть эти сады вот так объяснил так как мог шанс есть хотите давайте для меня яркий пример все-таки это Боднов все из семян первый этап хорошо что вот как он состоялся как выдающийся садовод но только потому что пристройки ГЭС людей считали за людей и привозили лучшие груши яблони абрикосы сливы черешни со всей России даже с Болгарией в это самое сюда в это в Шушинский район и Краснодарский край в этот и в Хакасию только до строителей ГЭС и вот эти семечки стали новым садом а вы хотите повторите его путь его сейчас но только один человек на планете его хотя он выступал с докладом на съезде садовода в России а она никому не надо и только один железов долбит и долбит что Боднер и его сад это лучшее творение в Сибири это выдающийся садовод он сейчас уже не слышит когда я с ним разговариваю он оглох вот он сейчас лежит он уже все он уже в сад вытянет вот и вот так и это и его горькие слова заглянули в интернет а там кроме моих железов в фильмах и статей ничего про Боднера нет вот видите но он для нас с вами останется с выдающимся всегда так идем дальше виша жуков какая будет корней собственно не знаю смотрит до какой местности все-таки я привез с Украины но она пропитана генами груши сибирской я не считаю зачем вы корни собственно берите сибирскую берите сибирскую с генами черешни а жуковская это уже безысходности все-таки она крупная она вкусная вот и как корни собственная она получится так на одной крупные на другой мелкие то в мама то в папу то у него же получается супруг то я по двое это как бы вегетативный супруг незаконнорожен и вот и поэтому и тем не менее влияние по двое обязательно для меня откровением ребята это же разговор серьезно послужили словами чурина берет я повторяюсь уже третий раз но извините а вот почему дикие потому что дерево с которого он брал плоды и семена антоновка была привита на дичок для него это нормально что дичок передал эти качества вот и перегадайте будет подвоем будет привоем поговорили так где варбу горкова добыли у нас варнулись магазин сияни его там взял но он всегда был так кевин тома в докладе тайный язык деревьев говорит что волокна гребницы это листовый интернет деревья по нему общаются он абсолютно прав знаете я когда послушал его доклад меня убило не это я знаю ровно столько сколько он понимаете вот мы с ним на одном языке говорим меня убило другое что когда он выступал в огромном зале зал был битком набит людьми это запад это не у нас я забыл какая страна у нас бы я бы вот так же бы назвал тайный язык деревьев приехал бы в москву вот ну еще 10 лет назад самый мой друг главный редактор журнала ребрик он подтвердит у меня были полные залы но сейчас бы я приехал в москву я бы приехал в пустой бы зал я вам говорю все больше людей не подел а там когда он читал доклад этот про аплодировали смотрели сотни если там не тысячи людей полный зал меня это шокировало что у нас это невозможно а я знаю не меньше дома вот в чем дело да это листовый интернет да деревья общаются между собой это все одно целое понимаете только дерево появилось семечко оно сразу включается в эту систему сразу как вы включаете интернет свой и попадаете в это в общую систему ай разволновался анастасия вы смотрите центр здесь так ну это частный вопрос без нас сергей привет нет что там говорить что бы я без вас сделал кстати этот центр отрицает технику железа у них вообще техника и масса средств лечения дело в том что я очень уважаю тех кого знаю лично да вот я все понимаю их так у них выхода нет они должны бороться и продавать средства лечения иначе закрываться понимаете вот все дело я их понимаю а вот центры пользы огромные но не бывает все однозначно но не бывает все я на этом восстановлю так кое-что можно брать газонку седират и варбу горковок всем привет москва первый снег ура ага ура для вас первый снег это бедствия и пробки я в москве бы застрелился бы это ой нет шучу черенки черешни два или четыре сорта образца значит осталось два вот такие толстенные и несколько черенков название могу сказать где-то вот они под рукой желтый драган и юническая роса это от бодра и вот такие остались вот такие я нарезал так летом на мои саженцы груш прилетела ржавчина аааа обработка груши пищевой суда ржавчины как не было саженцы были чистые пораженные листья убрала его расклад с соседями тоже и вот я остаюсь при своем мнении то есть например прилетела например ржавчина вы потратили какие-то деньги вы потратили силы вы ржавчину убрали а теперь представьте себе что вы ничего не делали вот придет а пораженные листья еще убрали это кстати тоже вредно они сами должны были упасть вот вот соседи обработали уже и соседи подопрягли а теперь что а теперь представьте себе что вы этого не делали приходит весна вот тогда только можно сравнить зря вы это делали работу я считаю зря так а так истина она какая ну если бы вы догадались половину обработать половину оставить прямо с ржавчиной а весной бы сказали железо в болту или железо вправ из у меня стало больше сторонников а если волчок использовать напрямую он ведь есть центральный проводник будучи да конечно можно так ну углубляться волчок волчок уродить в каком плане есть полноценными почками а есть не полноценные волчок он образуется бывает как со спящей почки он полноценный когда он образуется не из почки Елена Александровна подтвердите а из не из почки а из клетки которая имеет как бы сказать прообраз целого дерева не зря же существует это микроклонирование так не зря то она и тоже можно использовать но она как бы уже второй сорт но ездите вон на запорожце ну используйте так Людмила подскажите пропорции соды плюс мыла напишу подробно Сафронова благодарю эффективно работает судовый раствор с мылом так это уже не ко мне ну покажем свое вот прочтите вот это я буквально минутку подожду пока вы прочтете ответ еще чтобы вы ничего не упустили так доброго здоровья вы неоднократно писали что от сельцевых деревьев то нужно ждать плодов через 10 через 10 12 и даже 15-20 лет от привитых на 1 2 3 годах плоды появляются на 3 4 год бывает и на 2 вопрос за счет чего такое сильное ускорение вхождение возраст в жизнь и второй вопрос если разница в этом ускорении если мы делаем прививку и для прививки берем сеянцы выращенные рядом с косточей то есть вот или берем ваши черенки давайте так значит я вопрос важнючий его надо бы отдельно выделить отдельно долго и упорно разговаривать а здесь получается мне надо уложиться буквально за 2 минуты давайте вспоминать уссурийские груши и семян и прививки я делаю обычно делал 20 лет ну пока там сад выращивал пламышный пока вам продавал саженцы получается обычно после первого года уже после первого года то есть по двое молоденький никаких взрослых прививок то есть по двое так абрикос обычно после первого года так яблони обычно двух-трехлетки из леса там вообще вопросов нет только примерно второй год уже яблоки сами видели так потом что еще вспомнить сливы и семечек но они обычно слабенькие то есть получается на двухлетке удобнее прививать сливы но два года это уже возраст то есть вот такие как видите яблони чем еще хороши они же корневые отводки а корневые отводки это взрослое дерево может быть миллион лет я тогда не пошутил когда я рассказывал что должен отвечать студент может быть миллион лет так это вам кажется что вот оно дерево а на самом деле родители имело вегетативного вегетативного вот и получается там вообще проблем нет с яблони теперь что нам остается абрикос допустим однолетним залитом растает полтора ну средним полтора метра так вот основание он вот такой прививать можно и лучше на каплировку в крайнем случае если он совсем толстый то вращеб все с этим все теперь как видите сейнец молоденький однолетний совершенно не мешает взрослости будущего дерева видите вы упомянули раз в три года я вообще взял только только раз вот видите только раз и так и так и так и так и так берем теперь привой значит привой я беру не со взрослых деревьев они у меня уже на пенсии на них немножко они самые ценные они устоявшиеся если у меня есть какой-то сорт ну не можете самое допустим абрикосы средний вес 60 грамм так но состоявшегося сорта имеет свои определенные качества и смотрю я хожу они здоровенные деревья и все равно вот тут вот молоденькая ветка друг ни с того ни с сего и тут и тут и так и просят и может быть 3-5 это для вас кстати имейте в виду больше никому это потому что их вообще единицы не жадно не жалко и вот они устоявшиеся у них свои качества вот тут что ждешь то и получишь хрен его переломишь им генетику тут спасибо и Бичурину верю и Латинкову верю вот каждый свой опыт далее а я беру только с молодых они 3-4 года ветки показывал до 2 метров это кстати бедствие потому что основания они вот такие вот невозможно взять на прививку если только кто почкой хочет тогда можно почки эти взять приходится брать средние метровые тогда они у основания вот такие вот вот уже годится хотя эти бы лучше но способы прививки для них не придумано кроме прививка почкой которую я не одобряю видите как сложно все но она эта ветка 3-4 летнюю дерево это мой принцип здесь расшатанное наследство не спорю у меня же было пусть был один плод но он был этот академик я показывал видео уже есть видео я ничего не думаю он был квадратный кубический я в этом году жду интересно какой он будет я запомнил это дерево то есть расшатанное наследственность он же не должен быть кубиком но был же а разве не интересно жить ждать чего чуда вы понимаете почему я живу до сих пор вот я уже сколько людей похоронил кто моложе меня вы мне не дождетесь я вначале дождусь что из этого кубика получится ладно значит расшатанное наследственность а 3-4 летнее дерево оно уже все у него веточка вся вот эта метровая от метра до двух до самых верхушек сотни тысяч на одной ветке этих почек их не сосчитать ну не тысячи сотни плодовые значит она взрослая и повторите она уже когда я привью даже на сеянце однолетнюю она первый год закладывает плодовые почки видите разницу а теперь возьмем вернемся то что через 10-12 лет тут все тут надо ждать особенно у сеянцев я не зря начал с абрикосов благодатнейший материал но я еще говорил про сеянцевую культуру как яблони я не говорю что вот что же нам теперь бедным делать обманывать природу надо пошел тайгу накопал этих же корневых отводков и уже ждешь не 10-12 лет а 2-3 года до плодовышения вот а теперь возьмем сеянц круглые культурные почки посадили 10-12 лет ждать а потом оказывается что как Мичурин получит дичок поэтому все таки для нормальных людей я имею в виду чокнуты меня тут среди вас тоже хватает таких как я но для нормальных людей сеянцевой подвой и приученные к ним адаптированные к ним привой с этого же сада так а дальше вот видите каталог семян каталог семян смотрите я показываю внизу внизу чтобы видно были вот сюда нажимаете и вы с вами волшебники не знаю смог ответить или не смог а тут конец интересный если берем сеянцы рядом с хрустиком или берем ваши черенки или конечно или вот но я еще раз говорю можно вырастить по двое из семечек тут же рядом культурные посадить и ябл и груши и абрикосы культурные только потом по каким-то признакам найти которые здесь все-таки чуть-чуть покультурнее а потом эти ветки перевести туда это работа уже фактически научно то есть можно получить и результат достаточно крупные достаточно культурные ну фаины получили 30-40 грамм у Кати у Кузнецовой мои это которая ой извините Катя сейчас просите откроет извините меня что делать тут всего две квартиры имеют эти самые открывать пипецки теперь проехали дальше сбился немножко короче это вариант очень дешевый полсотни косточек по двое или семечек полсотни переводят сотня половина пошла до полношения переносит оттуда туда дальше то что я называю самые у меня есть статьи у меня есть самый дешевый способ выращивания деревьев пусть это не гарантирует просто того что будут и вот такие вот и вот такие вот это вас не гарантирует то есть может быть такое но уже как бы сказать тут больше долгарейных билетов и доводить до полношения уже несколько десятков понятно да так продолжаю соды заливайте кипятком так это вопрос не ко мне это между собой так у вас указано в празднике что минимум 10 линков можно указать можно меньше а у меня есть хитрость такая значит значит во-первых раз вы просили я женщине ни разу жизни не отказал понятно вот считайте что договорились другое дело что нормальным людям договорились ну не хотите 10 закажите 5 ну закажите еще что-нибудь чтобы мне меньше связаться с почтой из-за мелочек каких-то так давно хочу сделать фильм о том что получилось когда я сеянница культурный груш взял черенки и привил на сеянницу культурный груш ух ты мог бы точно не однозначно а если хорошо если вы довели дополнение пока на уровне крупный лист мелкий лист это еще точно не однозначно ну посмотрим так Александр Васильев Людмила это ржавчина а вот вот он ответит интересно на самом деле это совсем ржавчина это болезнь как многие на просторах вещают это вредит трудновыводимый галовый клещ а так это разные вещи галовый клещ это извините животное я в таком образе говорю в основном большинство садов борются с болезнью ржавчина поэтому ничего не помогает от галового клеща предприятие не галовый клещ это уже не по моей части это я еще раз говорю я противник борьбы с грибами точка вот а Александр Васильев возможно лучше мне разбирается в этом самом знаете как трудно в здоровом саду стать специалистом по болезням очень трудно поверьте так а калициды сильно помогают на химии поэтому затерял шепот Людмила буду бороться вот видите не зря живем спасибо Александр вы украсили этот самый в эти минуты здравствуйте Валерия вот тут классический уже становится пример Кузнецова Катя которая новичок но специалист по компьютерным этим сайтам И так далее Которая я нарезал эти косточки культурные Довела их до подношения На фотографии Они Выглядят шикарно Так На фотографии Как она рассказывала Первый год, когда они Второй год они наелись А первый год у нее было два плодика Они разрезали их на 8 частей И каждый попробовал Четвертинку от плода Из восьмерых Буквально дегустировали А на второй год уже наелись Но разница в том, что у меня плоды 80 грамм И слаще не бывает И рыжий Чернобаево-рыжий Это же клон моей фоины Фоина-клон Двойной клон Королевского Это долго рассказывать Подарил Бог чудо Знаете, в Москве умирала девочка Я хотел удочерить Хотя ни разу в жизни не видел По письмам А потом оказалось, что Экономили деньги Не делали операцию Ждали, когда Тувинский Этот самый Как он Минздрав Тувинский Пришнет в Москву Деньги И она умерла Не дождавшись Порог сердца Не дождавшись Ее звали Фоина Теперь Фоина для меня Имя святой Потому что Таких девочек Одна на миллион Встречается Вот Я ничего не успел Для нее сделать Но получилось так Что я именем Назвал этот сорт А он Взял и мне подарил Вот такое чудо Вот этот сорт И вот получилось так Что У Чернобаева Он теперь под названием Рыжий Еще слаще Видите А получается как А у нее получились 30 грамм плода А у нее 80 грамм И у нее сладкие И у нее сладкие Но это две большие разницы Давайте здраво Которая из них В случае срагистрирования Морозов Замерзла Которая нет Привитая или не привитая Вопрос Ответ отправился Не привитая Поэтому сравнивать их Нельзя Вот взял с косточек Понарастал Действительно Можно с косточек вырастить 30 граммов 40 А даже 50 Но 100 граммов Как у меня Допустим На привитых деревья Вряд ли Вот такой мой ответ И причем Я не сказал Нет Я сказал Вряд ли Потому что Можно жить Надеяться И даже Семь Выращивать Выращивать Вот я сейчас Объявил Что я смогу Продать 200 косточек Академика Что из него вырастет Посмотрите Какие косточки Самых огромных Плодов брал Ну держал заначки Держу 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 Думаю Может науке надо Может кто-то скажет Константинович Я тебе двойную цену дам Продай мне Эту заначку Если есть Обычно я молчу Про заначки Тишина А ладно Забирайте Так Пойдем дальше Добрый вечер Лена Персик с обликотцем Скрасить Чтобы увидеть Ничего не получится Нет 40-50 лет Я выращиваю Только мне нужен Грант Примерно 10 миллионов Но не рубля Долларов А нет Поздно Мне не хватит Десять миллионов Долларов Я его скрестил Вот И получится Мороцкий персик Так Ну у вас Десять миллионов Подскажите Пожалуйста У груши Как не допускать Появления Пристамповой поросли Как можно раньше Понимаете Вот именно Когда она уже Подросла Когда калечишь Поросли Ты калечишь Основной Стамп Я вам уже показывал А вот что касается Профилактики Как можно раньше Потому что Она действительно Зачем нам нужна Груша Штамповая Вон Штамповая Я и так и называю Штамповая вишня Вот такой штамп На уровне метра Начинается Так вот Зараза же Обрастает Так же Как степная вишня Так же Обрастает Этими Самыми Вот этими Так же Как Сливы Обрастает Вон В отчаянии Видели мой фильм Черновая Я на абрикосы Приваю Обнаглял Привать на абрикосы Получил новый сорт Это тоже А я не хочу Чтобы у меня В эти Росли Эти Корневые отводки Вся эта порция И взял Давай Привайте Абрикосы Сливы На абрикосы И сливы И вот видите Сливы Как по двойни Не годятся О Дожили Ну и Другой стороны Кроме уважения Ничего не заработал Фактически Новый сорт Посмотрите У меня в каталоге Есть Розовая слива Это от него Розовый Венгер Это не шутки Так Добрый вечер Я сделал заказ Обычным письмом 21 И ответа О согласовании Пока не дождалось Вера Сегодня письмо Вера Катя Знаете что Вера Я Все это завтра Мне нужен завтра Целый день Я сегодня приехал В деревне Или живой Вот И Завтра не получите ответа После завтра Звоните мне На мою Прямо на телефон Я Пока Я забуду Письмо ваше Забуду Через 5 минут Так Про Ботского Ничего сказать Не могу Связи нет Вот так Вот Так Сегодня у нас Максимум людей Набралось И все равно Это мало Через неделю Будет 500 Чтобы нам Распространять Свои знания Надо еще Что-то придумать Я не знаю Как они умудряются Какой-нибудь Смертельный совет А в миллионы Просмотров Хочет Не понимаю Что за свете Творится Или я поздно Начал Когда уже Ниша захвачена Не знаю Пока были газеты Меня вся страна Знала Сколько было Копий летело Сколько это А потом Все хуже И скоро Разобьение Сергея Таргаш Вот Я почему Все время Псовиньи Вспоминаю А кого еще А вы Каждый В своем регионе Вот сейчас Мне позвонил Этот самый Как я Буду воевать С учеными Этот Олег Олегович Мезенцев С Брянска У меня Говорит Только Заложили почкой Ваши персики Только Жду урожая В следующем году За только первые три персика Олег у вас Появится плодом Сразу телевидение И тут же вопрос А рядом с вами институт Этот самый Где хозяин Кстати Которые Издали книги Про смертельные Посадки Про смертельные обрезки Пусть они покажут Свои персики Это же не шутки Персик то Это же не шутка Вот так надо Переходить Наступление надо Всем нам Всем вам Так Ну ладно Короче Наверное На сегодня Мы закончили Как раз Треться Уложились Так Не забывайте Про каталоги Нам Соответственно Наряющим Иногда Надо Это Кушать Так Не Мы не платимся Но Хочется Чтобы Какая-то Дача была От нашей Работы Вы знаете Перед этим Сколько мы Нервы намотали Пока Смогли запустить Эту программу До сих пор Давление скачет Ну все Пока До свидания Я отключаюсь Антон Велик Просьба прислать Мне Этот Я забываю Сразу о чем я говорю Посмотрю Завтра Вот Ссылку Прошлите Пожалуйста Сегодня Я их потом Еще кое-куда Рассылаю Ну все Пока До понедельника Мы с вами Сегодня Проработали Примерно Приготовленных Процентов 15-20 Отдельный Разговор Про Все-таки Про Наши Половые органы Которые Не развиваются А значит Не развивается Ни ум Ни мужская сила Вот И много Чего еще Про это У меня все Обосновано По полочкам Может немножко Скучно Но это тоже надо Или мы начнем Детей Нормально Воспитывать Без физических Нагрузок Ни один мужчина Еще не вырос На всей планете Ни один Движение Ловкость Заложена в природе Искусственно Вывели Начиная с этих Памперсов Все До свидания До свидания Друзья Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова